Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и в сегодняшнем нашем видео мы поговорим о том, нужно ли менять трансмиссионную жидкость в автомате. На примере Kia Sport и Hyundai Tucson 4 поколения, которая производится с 2016 года и по настоящее время. Дело в том, что довольно часто можно слышать от многих производителей и дилеров в том числе, что трансмиссия вообще современного типа, именно автоматического типа, не обслуживаемые узлы и что масло залито в них на весь срок эксплуатации автомобиля. Так ли это? Сегодня мы об этом и поговорим. Поехали! Так, Kia Sport и Hyundai Tucson, которые производятся с 2016 года, именно 4 поколения, они оснащаются классическим, в принципе, стандартным автоматом или автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. В принципе, что не есть, наверное, самая простая, довольно, скажем так, долговечная система, но, как, скажем так, утверждают многие производители, в том числе и дилер, что трансмиссия в этом автомате, точнее, жидкость в этой трансмиссии залита на весь срок эксплуатации автомобиля, ну и, конечно же, самого узла. Так ли это? Ну, скажем так, сразу хочу отметить, что вообще, в принципе, ничего вечного в этой жизни не бывает, ни двигателя, ни автомата, все когда-то, скажем так, ломается и рано или поздно приходится менять какие-то детали или ту же смазку, которая является трансмиссионная жидкость. Что хотелось бы отметить по поводу данного автомата? Ну, сам по себе автомат, конечно, в принципе, является довольно надежным. Срок службы, который закладывается автопроизводителем, составляет от 250 до 300 тысяч километров пробега при должном обслуживании, то есть при плановом обслуживании и, конечно же, при, скажем так, при использовании оригинальных запчастей и горючих смазочных материалов. Итак, ну, что такое необслуживаемый вообще автомат? Сразу хочу отметить, что почему так в последние годы часто можно слышать от специалистов, особенно дилерских центров, которые реализуют автомобили, на примере того же Hyundai и Kia, что трансмиссионная жидкость в автоматической коробке передач залита на весь срок эксплуатации узла и является необслуживаемым. Ведь если взять автоматы, которые раньше устанавливались на машины в тех же 90-х годах, то во всех нужно было менять масло, причем четко по регламенту, пусть и не так часто, как в двигателе, но все же. Что изменилось? Если понимать, как устроена автоматическая коробка передач того или иного автомобиля, то можно сказать однозначно, что ничего в нем не изменилось. Поэтому такое понятие, как необслуживаемый автомат, является большим маркетингом и ничем более. Поэтому, так же, как и в старых автоматах, регламент по замене масла, который составляет один раз 60-80 тысяч километров пробега, необходимо соблюдать. Почему так? Об этом мы сегодня и поговорим. Сразу хочу отметить, что в сервисной книге, которая идет к новому автомобилю Тусон или Киа Спортич, конкретно именно по замене трансмиссионной жидкости ничего не сказано. Сразу хочу отметить, что в любом случае практически любой классический автомат, на любом классическом автомате замена трансмиссионной жидкости происходит на пятом по счету ТО, или это первая замина, или на 90 тысяч километров пробега. Далее, каждое, как правило, 60 тысяч, иногда 80. Вот, в любом случае, сразу хочу от себя отметить. Миф или правда? Необслуживаемый автомат. Итак, откуда же даже пришло понятие, как необслуживаемый автомат? А пришло оно к нам западной, точнее, то США и Европы. Дело в том, что по мнению западных автомобильных компаний, чем дольше машина будет без технического обслуживания, тем лучше для автопроизводителя, так как ее быстрее заменят на новую. Чистой воды маркетинг, как говорится. Поэтому можно не удивляться, что интервальное обслуживание того же двигателя на популярных автомобилях в Европе марки Volkswagen может достигать 30 тысяч километров пробега. Для справки, в таможенном союзе этот период составляет только 15 тысяч километров или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Что же касается автоматической трансмиссии, то на Западе про нее даже и не вспоминают, потому что машины там меняются на новые в среднем один раз в 3-4 года. То есть проходит автомобиль гарантию и до свидания. Вот поэтому на Западе считается, что автомат является необслуживаемым, но не у нас. Поэтому такого понятия у нас просто не существует. Однако непонятно, почему многие автопроизводители, которые поставляют в страны таможенного союза, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан, свои автомобили не учитывают, что в наших суровых условиях с плохими дорогами и совершенно другим температурным диапазоном, что автоматы даже гарантийный срок без замены масла могут не выдержать. Кроме того, автоматы в наших условиях функционируют под более тяжелую нагрузку. Они чаще перегреваются, а зимой часто буксуют. Что очень сильно ускоряет износ деталей и, конечно же, добавляет в трансмиссионную жидкость продукты износа. Тем самым срок службы узла уже не сможет быть таким, как, например, США, откуда, в принципе, и пришел к нам такой узел, как автомат. Давайте с вами попробуем разобраться, как долго автомобиль с автоматической трансмиссией способен ездить на одном масле. Все мы прекрасно понимаем, что в процессе эксплуатации такого узла, как автомат, в нем образуется металлическая стружка, которая создается от трущихся деталей. Однако стоит сказать спасибо инженерам компании, которые создают автоматические трансмиссии, так как они придумали устанавливать на днище коробки несколько мощных магнитов, которые собирают металлическую стружку и фиксируют ее на себе, что, в свою очередь, однозначно продлевает срок службы трансмиссии и масла, но не всегда. Дело в том, что в Kia Sportage и Hyundai Tucson на поддоне самого автомата установлено три магнита, которые притягивают эту стружку. Благодаря этим магнитам примерно срок службы продлевается на 50-100 тысяч километров пробега. Благодаря именно данным элементам происходит сбор всей металлической стружки, которая опадает именно от трущихся механизмов, непосредственно от самих самых главных элементов. И эта стружка собирается вся на них, получается, в виде ежиков. Когда происходит замена масла, магниты чем-то напоминают таких вот ежиков с металлической стружкой. Почему же все-таки на Западе коробки автомат считаются необслуживаемыми? Бытует такое мнение, что автоматы в Европе и США заливают другую трансмиссионную жидкость, которая не пригорает. Однако, по мнению большинства отечественных специалистов, такая гипотеза не имеет оснований, так как какое бы масло ни было автоматическое или моторное, оно состоит из одного общего компонента – нефтепродуктов, которые и так по своей сути не пригорают. Таким образом, что касается автомобилей с автоматической коробкой передач, с которыми оснащаются Kia и Hyundai, в принципе, независимо даже от моделей машин, которые реализуются в России, Беларуси, Казахстане и Украине, то необслуживаемых автоматов у нас нет. Поэтому автовладельцам стоит запомнить важное правило – трансмиссионную жидкость нужно менять и на систематической основе. Причем, чем чаще мы будем это делать, тем дольше прослужит наша коробка передач. А теперь давайте с вами коротко поговорим об интервалах и методах замены трансмиссионной жидкости. Когда и на каком пробеге нужно менять масло в автомате? Конечно, все зависит от типа трансмиссии. Например, на примере трансмиссии гидротрансформаторного типа, которыми оснащаются Kia Sport 4-го поколения и Hyundai Tucson, то менять масло нужно первый раз на 90 000 км пробега, как я сказал ранее, а затем каждое 60 000-80 000 км пробега в зависимости от метода прошлой замены масла. Для того, что существует три основных метода – это частичная замена или частичный слив трансмиссионной жидкости, это полный слив при помощи снятия поддона и полный слив при помощи метода давления. Метод давления и метод разборки поддона являются самыми оптимальными способами. Они, скажем так, позволяют производить замену раз в 80 000 км пробега. Частичная замена, как правило, при частичной замене сливается около 70-80% старой технической жидкости. Следующую замену при таком способе или методе необходимо делать один раз в 60 000 км пробега. Причем самое интересное, что следующая, как правило, замена, она не зависит от временного интервала или показателя. При соблюдении такого регламента по замене масла однозначно гарантируется долгий срок эксплуатации узла. Как я сказал ранее, что автоматы-гидротрансформаторы при должном обслуживании могут спокойно ходить даже до 400 000 км пробега до серьезного вмешательства в узел. Причем это не гипотеза, не легенда, это действительно факт. Есть уже много свидетельств именно о корейских спорточках, которые работают в такси, в таксопарках, в корейских таксопарках, которые ходят и по 500 и по 600 непосредственно километров именно сам узел автомата до серьезного вмешательства. Также справочно замечу, что в том случае, если автомобиль, оснащенный автоматом, покупается подержанным, так сказать, со вторых рук, то рекомендуется сразу же после покупки производить замену трансмиссионной жидкости, так как наверняка установить точный срок прошлой смены масла достаточно трудно, а продавец навряд ли скажет вам правду. Справочно заметим, что у японских и корейских автомобилей делать замену масла рекомендуется иногда чуть чаще обычного, но опять же это все зависит от метода прошлой смены трансмиссионной жидкости. А теперь давайте с вами рассмотрим, каким же образом можно менять трансмиссионное масло в автомате, если узел сам по себе считается необслуживаемым, то есть он не разбирается. Да и щупа зачастую в таких автоматах просто нет, то есть если даже мы взглянем под подкапотное пространство, в моторной отсеке, мы щупа в автомобилях геоспорта, еще Hyundai Tucson, просто не найдем. Кроме того, как правило, такие автоматы, на примере гидротрансформаторного типа, они не оснащаются специальной пробкой для слива. То есть как таковой, эта пробка, она есть, но она резервная, она находится как бы немножечко с краю или сбоку, сбоку самого узла, поддона, поддона именно самого автомата. Да, видите, как можем видеть, в моторном отсеке также щупа нигде нет, только щуп на двигатель, на измерение остатка моторного масла. Но это никак не говорит, что из них нельзя убрать старое масло и залить новое. Чтобы произвести смену технической жидкости, внеобслуживаемой трансмиссии существует несколько основных способов, которые мы сейчас подробно с вами и рассмотрим. Итак, основные способы замены масла в необслуживаемых автоматах. Первое, как я сказал ранее, это демонтаж. Демонтаж крышки поддона, коробки передач. Является самым трудоемким, но эффективным способом по замене старого масла новым. Способ предусматривает полное удаление старой жидкости и чистку магнитных элементов от металлической стружки с грязью. После того, как старое масло полностью сечет, заливается новое. Такого способа замены хватит примерно на 70-80 тысяч километров пробега. В принципе, такая же первая замена происходит и на 90 тысяч километров у официального дилера. Ну и последующий потом также осуществляется при помощи разбора подъема. В этом способе, когда осуществляется снятие поддона, меняется также гидрофильтр и уплотнительная резинка. Как правильно, сам гидрофильтр идет вместе с поддоном, поэтому меняется поддон и фильтр. К недостаткам способа можно отнести тот факт, что не всегда удобно разбирать детали автомата, то есть работа довольно трудоемкая. Следующий способ – это частичный слив трансмиссионной жидкости. Такой способ предусматривает выкачивание масла с автомата при помощи специальной трубки через пробку, которая устанавливается на корпусе узла, про которую я сказал вам ранее. Однако резервная пробка на трансмиссии находится сверху, и выкачать жидкость можно только частично, примерно наполовину. Поэтому многие специалисты половину масла сливают через пробку, а затем заливают столько же нового, и обкатывают автомобиль примерно 500-1000 км. После такой обкатки мастера снова выкачивают через пробку половину жидкости и заливают столько же новой. Таким образом, получается такая ситуация, что масло как бы очищается на 80%, однако следующая замена должна быть уже не через 80%, а через 60 тысяч километров пробега. Недостатком такого способа является то, что происходит много ненужной работы по выкачиванию, и масло полностью не обновляется. И третий способ удаления старой жидкости под давлением называется еще методом промывки трансмиссионного масла под напором. На сегодняшний день является самым дорогостоящим способом и прибыльным для станции технического обслуживания. Для удаления старого масла используются специальные приборы. Обновление масла происходит промывкой автомата новой жидкостью под высоким давлением. Как правило, в коробке передач подключается специальный аппарат, который подает новое масло под определенным давлением, причем таким образом, что старая смазка просто выдавливается наружу. В тот момент, когда из отверстия начнет выходить чистая жидкость, то это значит, что масло в автомате полностью обновилось. К недостаткам же такого способа можно отнести то, что в процессе замены тратится много технической жидкости. Порой эта цифра может доходить до 25-30 литров. Это при том, что 1 литр в среднем может стоить 15-20 долларов США. Итак, что же касается наиболее популярного способа замены старого масла новым, то им на сегодняшний день считается самый доступный метод по частичному сливу трансмиссионной жидкости. Все дело в дешевизне и легкости процесса, хотя, как мы отмечали ранее, из всех приведенных способов он самый неэффективный. Если нам нужен максимальный эффект от замены трансмиссионной жидкости, то выбирать стоит способ демонтажом крышки коробки передач, так как он является оптимальным по цене с качеством. В заключение хочу коротко отметить, что, как правило, при правильной эксплуатации автоматической коробки передач, а также своевременной замене трансмиссионной жидкости, автоматы способны отходить до серьезных проблем не менее 250-300 тысяч километров пробега, а то и больше. Также справочно заметим, что в случае обнаружения рывков или посторонних звуков во время езды со стороны трансмиссии, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для тщательной диагностики трансмиссии, так как довольно часто это является первым признаком того, что довольно сильно загрязнена трансмиссионная жидкость, либо произошли какие-то определенные, более серьезные проблемы с самим узлом. В заключении коротко отмечу, что в любом случае, если вы покупаете поддерживаемый автомобиль с рук, то делать желательно незамедлительно замену трансмиссионной жидкости на новую. В том случае, если вы владеете новым автомобилем последнего поколения, Hyundai Tucson или Kia Sportage, то в любом случае до 5 ВТО можно об этой процедуре даже не думать. В том случае, если дилер, скажем так, в сервисной книге довольно часто у многих автовладельцев не прописан именно данный пункт по замене масла, то желательно самому инициативно, скажем так, попросить дилера о том, чтобы произвел замену именно на 90 тысячах или на 5 ВТО. Для того, чтобы от этого будет зависеть долговечность и ресурс вашей трансмиссии. С вами был Владимир. Более подробно обзоры тест-драйв автомобиля вы можете найти на сайтах базлай.ру и автоблоккар.ру Ссылки на сайт будут под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на наших сайтах. Обязательно их рассмотрим и ответим. Спасибо за внимание, берегите себя и всего вам доброго на дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok